Подписанный 29 мая в Астане договор о формировании единого Евразийского экономического союза большей частью воспринимается исключительно через призму неких планов России по восстановлению своего влияния на бывшие союзные республики, утраченного в начале 90-х. Довольно занятно, что такие утверждения раздаются с разных сторон. Из либерального лагеря шипят, что злобная имперская Москва опять решила экономически подчинить и подавить молодые демократии. Так называемые государственники с энтузиазмом бьют себя пяткой в грудь, что Россия возрождает свою имперскую мощь. А дело тут вовсе в другом. Мотивы создания как таможенного союза, так и более глубокого интеграционного проекта Евразийского экономического союза имеют объективные основания и направлены в первую очередь на банальное выживание в крайне конкурентном и враждебном мире, в котором все нагляднее проступают признаки системного кризиса и грядущей экономической стагнации. Ратифицированный 26 сентября Госдумой договор о создании Еврозес создает принципиально новую экономическую реальность на постсоветском пространстве. Судите сами, новое экономическое наднациональное объединение будет занимать первое место в мире по добыче природного газа, первое место по добыче нефти, четвертое место в мире по объему извлекаемого угля и, пятое, по добыче железной руды. Значительно упростится порядок передвижения и регулирования рабочей силы. Теперь, по сути, в России, в Казахстане и Белоруссии граждане этих государств получат равные права с местными работниками и соответствующие права в пенсионной сфере и области социального страхования. Это крайне важная мера, если вспомнить, что тот же Европейский Союз начинался именно как зона свободного перемещения товаров и рабочей силы, и, чего уж греха таить, стремление многих стран в ЕС обуславливается в немало степени желанием включиться в этот общий рынок и получить возможность работать там, где нравится и где есть соответствующие вакансии. Думается, что по мере развития Евразес оставшиеся барьеры будут также сняты, и наша экономика получит существенный прирост квалифицированной рабочей силы. После объединения суммарный ВВП стран, участвующих в проекте Евразийской экономической интеграции составит более 1,8 трлн долларов, что составит порядка 4% мирового ВВП. Самое важное, население Евразес приближается к 173 млн человек, что, по мнению авторитетных экономистов, находится в районе крайне важной отметки в 200 млн человек. Именно рынок объемом порядка 2 трлн долларов и с населением от 200 млн человек является минимальной нижней планкой для формирования собственного регионального экономического кластера. Это тот порог, с которого с чисто экономической точки зрения становится выгодно строить сложные кооперационные сети и выпускать высокотехнологичную продукцию в конкурентноспособных товарных количествах. А ведь есть еще и совершенно конкретные меры по снижению и отмене таможенных пошлин, введению общего фитосанитарного и ветеринарного контроля, гармонизации финансового законодательства. Странам-членам таможенного союза удалось достичь во взаимной торговле более высокой степени диверсификации товарной структуры, чем во внешней торговле с третьими странами. Большую долю занимает продукция с высокой степенью переработки. Если во внешней торговле 72,6% экспорта пришлось на минеральные продукты, то во взаимной торговле только 41,1%. Машины, оборудование и транспортные средства занимают 19% объема, в то время как доля продаж этих товаров за пределами таможенного союза составляет лишь 2,4% совокупного экспорта. Еще 12,7% приходится на металлы и изделия из них, 9,3% на продовольственные товары и сельхозсырье, 9,1% на продукцию химической промышленности, 8,8% на прочие готовые товары. Все эти цифры говорят только об одном. Если Запад мечтает иметь наши страны в роли дойных коров и сырьевых придатков, то внутренний товарооборот способствует росту реального сектора, обрабатывающей промышленности, а это и налоги в местные бюджеты, и стабильные рабочие места, и толчок к развитию социальной инфраструктуры, образования и медицины. После ратификации договора Нижней Палаты и Парламента России работы еще предстоит очень много. Но перефразируя астронавта Нила Армстронга, который вроде как был первым на Луне, это один маленький шаг для Госдумы и гигантский прыжок для всего дела евразийской интеграции. Этого вы никогда не увидите на YouTube. Читайте на сайте politrussia.com Россия уходит на выходные. В Госдуме решается вопрос о введении четырехдневной рабочей недели. Отчего так устала Россия? Лермонтов. Первый креакл-патриот. Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения великого русского поэта. Почему Лермонтова можно считать первым креаклом-белоленточником? Мистрали преткновения. Штраф за непоставку мистралей — это цветочки. Чем на самом деле грозит срыв контракта правительству Алланда? Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте politrussia.com Субтитры создавал DimaTorzok